22, бибометр растет, и 8, блять, нет, не получилось, биба сегодня не в настроении. Так, руну надо забрать, стрела уже в меня летит, причем от союзника. Не, ну в сумме дофига получилось, согласись, поэтому изи сабскрайб. Спасибо за донат, сочувствую, братиш, окей, разберемся. Что это такое вообще? Земелья, гангер, убийца. Спрятал, проверяй. Мешаю фармить, давай, убей его, дурака, убей, дурака. Я миссую, как обычно, с лоу-граунда, но тут мы в любом случае его не убиваем, поэтому плевать, мисс и мисс. Оп, один эминант, два крипа. Правда, вот с руки одного не забрали, в итоге кс лул, мы, наверное, 7 крипов убьем из пачки, если меня не спрячут. Да, 7 из 8, но это уже тоже неплохой результат, я считаю против ОДшки. У глина 7, но то, что углина 7, это все прекрасно знают. Там можно и не мерять глину. Так, поехали. ОД побьем. ОД побьем. Чуть-чуть. И крипочка. Блядь, конечно, это будет мисс. Ладно, ничего страшного, сапожи, но принесем. Вард в миде стоит, плевать вообще, стоит вард в миде, вообще на сайте. Так, ну сейчас он меня спрячет, наверное, но я не понимаю, зачем рановато, потому что он максимум одного крипа мне испортит, и то он не смог этого сделать. Ну, то есть прятать, если ты прячешь вражеского героя, если ты играешь на ОД, то прятать надо так, чтобы ты кого-то добивал или вражеских крипов, или своих крипов. То есть не просто так прятать от нефиг дела, а он, видимо, прячет, когда ему захочется, когда он заскучает. Вот, спрятал, заскучал, спрятал, говорю, все, доволен. Че-то такое радостное сегодня, блин, я даже не знаю, че такое радостное сегодня. Просто, может, хороший настрой, сон хороший снился, все дела, я не знаю. Просто хороший настрой. Оп, хорошо. Оп, замечательно. Пойдем теперь на низ. Я, конечно, надеюсь, что снизу руну оставили, но это маловероятно, потому что уже 2.45, и, естественно, какая-то крыса уже давным-давно прибежала и забрала руну снизу. Ну, я думаю, нет смысла спешить там на Soul Ring, ПТшечку делать, все равно ОД я в ближайшее время не убью. Поэтому просто сейчас будем стоять с ним фармить, возьмем стиканы, так как он постоянно будет спамить своими астралами. Будем заряжать зарядики, заряжать зарядики, зарядики будем заряжать. Вот, и... Разбернись, пожалуйста. Все будет круто. Тут у нас абуз банки намечается. Что-то я заметил, на этом рейтинге часто люди абузят эту тему. Прям вообще портуются, даже ничего им говорить не надо сами. Там моргают разве что иногда. Ну, прячь меня, чувак. Красава. Крипа зафармил, сейчас выйду и этим пофармим. Ну, вообще просто шикарно. Спасибо, брат. Хорошо прячешь. Так, ну ОД левел пятый. Но, знаете, вот один минус состояния СОД, но убить его очень тяжело. Тем более штормом. Даже на шестом левеле у него просто есть астрал. То есть, дестройера можно убить только если ты развел его на астрал. То есть, как-то подставиться, чтобы он тебя спрятал. Пока у него кулдаун, у тебя есть там 6 секунд, чтобы его убить. Потому что у него на седьмом левеле там, по-моему, вообще очень маленький кулдаун. Сейчас посмотрим. Блин, крипа не забрал вот этого. Ладно, пойдем за руной. Снизу богатство, наверху ген. Замечательная руна. Зафармим сейчас этого крипа. Вот сейчас мы посмотрим, сколько у ОД кулдаун астрала. Там, по-моему, 10 секунд что-то такое на шестом, на седьмом левеле при замахшивании астрала. Но мы не увидим, потому что дестройер свалил от нас. И поэтому будем фармить скрипов, пока его нет. Приходит дестройер. Главное, с руной регена сейчас не поехать никуда далеко, на базу. Потому что обычно с этой руной люди умирают. ОД. 10 секунд кулдаун астрала. То есть, получается, 4 секунды ты сидишь в астрале, и 6 секунд чистыми идет кулдаун. Такие дела. Ладно, давайте реген заезжаем. Сейчас у меня шестой будет, можем убить его. Давай, давай. Прячь меня. Сейчас, у меня шестой будет. Сейчас, пойди. Гол. Хорошо. Он уже хотел себя построить. Что-то у тебя голос знакомый прям. Блять. Незнакомый голос. Незнакомый голос. Так, все. Дестройера взяли, как раз-таки, по красоте. Когда у него был кулдаун астрала. Ух ты, по-моему, не стоя шака. Давай убьем торги ебучего бешенка. Жаловь-то. Дай ему второй сейчас, и все. Так, ОД. 3 секунды. Так, тут нам уже ПТ-шечка пришла. Масочка. Но, опять же, пока нету Солринга, ничего мы не делаем. А вот и Сосамбо. Только у тебя, по-моему, подписка сбилась, не? Юди Стрей, а это Ага Юди Стрей, блять, у нас. Кто такой Стрей? Сосамбо, спасибо за подписочку, но чё ты это. Стрейка нету. У тебя же был вроде. Ладно. Был, да нету тебе. Спасибо, братиш, за поддержку. Ребят, стрим идет. Не, не давно. 15 минут идет стрим. Я только подрубил, это первая игра. Давай сюда его. Хорошо. Сейчас он меня... Давай я его разведу. О, давай, пошли, он астрал, астрал. Дурак на ОД вообще. Конкретно. Но. Бьешь его, я убегаю. Убей его. А где он? Да, в таверне. Блин, легионка всё не теряет надежды меня за дуэли. Бегает за мной по лесу. Ладно, нету. У меня нету ничего, да, тоже. Ладно, поехали. В лесок и на базу. А, мне вард сунули, прикольно. Блин, какие-то ОГРы злые, лицо бьют. Приходится тангусы есть. Блин, на самом деле зря мне вард этот дали. Мне сейчас придётся его на базе выкинуть, чтобы взять себе, так сказать, часть арчида, маленькую часть арчида и два телепорта. Ребят, я об сервер выкину на базе, поставите. Давай. Нет, вот подумал, нам на мид нужен. Да у меня сейчас слота просто нету. Поставьте на мид куда угодно. Я сейчас пойду, у меня некуда уложить. Ребят, астрал мне кому-то. Ничего не могу, да. Убить! Охренеть, как же больно. Ребят, ну я ушёл, у меня боль вообще. Приходи сюда, тут лес и идите там. Я через лес домой. Блин, нифига себе, чуть не отъехал на самом деле. Если бы не астрал пугный, то я бы умер. Потому что там ещё пришёл Бэйн и отъел с меня кусок хп такой немаленький. Блин, на масочку, по-моему, я не на фармере здесь. К сожалению. Потому что эти урсы, они могут лицо сломать. Или не могут. Могут или не могут вообще? А ну урса, погоди, секунду. Секунду, секунду, не бей только. 64, не, я сломаю это его всё лицо. Всё, и на базу. Астрал разве сейвит от дуэли? Не астрал... Ну да. Второй скилл пугный, по тебе ж физический урон не проходит. Ну как бы в дуэли ты стоишь, но урон физический, который Лего тебе лупит, он не заходит. Поэтому, да, сейвит. Ковальд 228. Спасибо, братишка. Спасибо за восьмой месяц. Welcome. Так, Мирана сдохла. Но сейчас настанет вот та самая тяжёлая часть игры, когда враги будут ходить вместе, а у меня нету ничего, чтобы их убить. Потому что там легионки с дуэлью, там бейны с ультом, там антимаги с ультом. Ну то есть драться с ними вообще как их противопоказание. Так, ну там 10 стиков, поэтому отбой. Вообще, если бы не было зарядов, я бы его убил, но не вариант против 10 стиков. Не хватит мне маны и здоровья. Но я вижу на карте лёгкий фраг. Вот, поэтому сейчас мы пойдём и попытаемся его заработать. Правда, для начала надо найти врага. Ага, вот он, он вышел. Это замечательно. Найс. Зря он его спрятал, конечно. Ну ладно. Вообще, в идеале мне бы фрага ставить, но окей. Ничего страшного, в принципе. Я не жадный. Надо делиться с командой. Всё-таки пугна мне жизнь, спасла на миде. Хорош, пацаны. Вейн красава вообще. Задефал, проверяй. Сейчас, говорит, выйду. Одного слипну, второго, короче, ультану, а у третьего сосать начну. Но сосать начал раньше. Так. Обливиан став. Супер. Так, ну нам нужен дабл дэмэдж, если честно. Давайте, хорошо. Ну, пока всё хорошо, только если не брать в учёт, что там антимаг в фрифарме. Сейчас надо проверить ещё статистику антимага. Если он там убивал и не умирал, то всё очень плохо. Давайте смотреть. У антимага 0,02. Ну, то есть у него более-менее всё неплохо. Я был прописан 3 месяца и всё в разный время. А, вот. Вот как. Спасибо за донат. Ну тогда ок. О, антимаг уже почти бф. У меня нету маны, чтобы ему помочь. Я лесной шторм. Антимага убили, это хорошо. Такой размен нормальный. То есть отдать хардлайн Мирану в размен на антимага, это круто. Это замечательно. Но не стоит забывать, что у нас-то тоже керри, который вроде не дурак. Вроде там у него 1,01, 11 уровень, у антимага 9. Поэтому у вражеского мидера 9, у меня 11. То есть мы вообще... У нас как бы кор персонажей, они лидируют по тому или иному параметру. Это вот жадная лошара вообще. Просто жадина. Ну опять мне не дали фраг, но это ничего страшного. Не фрага, к счастью. Опять ты за своё, да? Я за рункой. Женя. Спасибо за донат, надо учиться. Надо учиться, потому что на суппорте с 1,5к ты, если и вылезешь, то это будет через годик, может быть. Это в лучшем случае. А вообще вероятность большая, что ты не вылезешь. Потому что, ну как бы, на суппортах на полтрак серия это рулеточка. Проедал. Надо погромче музыку накатить. Так, я вот думаю, куда бы мне пойти. Не, ну тут аминь. К сожалению. Это наш иллюзия. Это иллюзия, пацаны, спокойно. Тоже иллюзия. Нам тоже надо учиться, пуш. Всё, арчив есть, супер. Ком все выпали. Зря прячешь. Пострал его сейчас. Очень зря. Ребят, кто может уходить или широка в идеале забрать и уйти. Ладно, это я сделаю. Жадный, сука. Ах ты, стилер на пугне. Я ушёл. Фарм золотой. Ладно, буду без телепорта ходить. Блин, Джаггер умирать начал. Блин, придётся, наверное, стики продавать. Потому что всё-таки без ТП, конечно, не очень круто. О, тролли. Сюда. Так, сейчас. Собнулся. Всё, пойдём на базу. Продадим, наверное, стикан, чтобы купить ТП и куда-то пойти. Вон, Лешрак, например, это легчайший тройник. Какой у тебя ММР на основном маке? Корвин, спасибо за соточку. 5800 с копейками на данный момент. Точный, не знаю. Там, 5800 плюс что-то. Так, ну мне сейчас главное не нафидить. Потому что, ребят, вот скриньте. Если я умру от антимага, то это ГГВП. Потому что я ему отдаю сразу мешок золота. Он покупает себе, что ему там не хватает. Скорее всего, БФ уже есть. Поэтому он купит себе какую-то манту после этого фрага. И уже всё будет плохо. Вот. Поэтому ни в коем случае сейчас нельзя фидить. Рьюс, курицу. Курицу, Рьюс. Шлип, когда она поумерла из себя, Рьюс? Курица. Что это просто такое-то? Да, 6К было, но я подслился. Это не важно. Подслился. Но что поделать, ребят? Так. Дестройер отлетает, наверное. Да, отлетает. Он там из последних сил пытался выжить. Он там что только не юзал. Там и стики прожал. И туда-сюда. Барабаны для ускорения. Но всё равно ему не хватило. Так, тут какой-то герой бегает по лесу. Забрал мою руну баунти. Сейчас надо аккуратно вообще. Бля, у меня мышка опять тут шок зависает. Чего за херня? Тебе Легионка ушла. Да, я прохожу. Она вон снизу стоит. Даггер, Армлет. Ребят, радует, что Легионка это дефолтный тип. Потому что если бы Легионка была нормальным пацаном, он бы купил себе Блэйд Мэйл после Даггера и уже ходил бы в соло, убивал бы героя. Но так как этот чувак с Армлетом, то он в ближайшее время, ну, в соло, он никого из нашей команды, ну, наверное, только Пугну. В 780 хп, да, Пугну может убить. Вот, потому что дуэли там... А, 44 дуэли. Тогда может и меня даже убить. Но все равно, Блэйд Мэйл дает намного больше дэмэджа, чем Армлет для Легионки. Все, Бладстоун есть. Теперь идем на базу и начинаем уходить потихонечку в Линкенсферу. Потому что Линкенсфера это залог победы. То есть в этой игре, если я делаю Линку, то все, я неуязвимый становлюсь. ОД наверху. Так, ОД ушел. На карте никого нету. Не-не-не, забирай, забирай. Блин. Ребят, я иду. Давайте резко Абмираны ульты во вражеский лес. Поехали. Да потом, потом. Поехали, нам спешить надо. Быстрее. Жми Мирана. Во. Аэма, быстро. Аэма убить. Избить херню Бэйну. Супер, парни. Все, всех убиваем. Красота, ребят. Видите, как мы... А теперь Рошана убить с Вардом, братишки. Давайте, не тупите. Рошана по-быстрому забрать. Так, там чё, донат был? Я просто в драке, там мясо, грязь. Стрейс, здорово, а что пьёшь во время стрима? Здорово, Колян. Спасибо за 50 рубасиков. По-разному. Сейчас пью чай. Вообще, либо колу, либо панту, либо чай, либо энергетик. Чё-то вот из этого. Ну, кофе редко пьёшься. В основном, если уж из такого, то чё идёт. Ты или я? Я, конечно. Не танкуй, давай потанкуем. Супер. Нужно? Не дергай, не пламать. Так, 1760. Ага, и блинкаут. Эй, подожди, не пугайте её, не пугайте её. Вы зря её. Давай, давай, цепляй. Если получится, я бы её убил, если бы её не стыкнули. Да, не доказательство там, брат. Брат, не стой, афк замёрз. Просто афк. Афк шёл. Давайте Т2 сломаем, а? Ребята, если на меня дуэльку юзают, сразу астралы, хуялы вообще. Спасайте меня, как можете. Хотя у меня аегис есть, но всё. Да, вот и всё, мертвец. Он астрал потратил, как обычно, и вышел умирать. Откуда БМ держит? БМ, БМ. А откуда он держит? Что за цирк? У него глимер, что ли? Я не знаю, что у него. Он, короче, походу, колдун какой-то. Я не знаю, откуда он тебя держал. Я его так и не увидел. Идём Т3, парни. Сразу там варды, хуярды и ломаем всё. Пусть стягиваемся. У антимага нет манты, он не сможет драться. Я сейчас вижу лишь врага, сразу влетаю. За мной под Т4 не бегите. Если... Там, понимаете, о чём. И лучик, хорошо. Ребят, всё нормально, у меня аега. Круто, круто, круто вообще. Убивайте всех. Нормально, они в аеге засуицидились. Два байбэка потратили. Ребят, под Т4 не бегать. Назад. Хорошо. Вот сейчас их трое, сейчас можно бить. Антимага, фокус. Однажды попутим? Всё, ломаем, ломаем, парни. Они без байбэков сдулись уже. Вообще, зачем они это делают? Зачем они пошли засуицидились в аеге? Причём, они в аеге сдали два ульта. Легионка дала дуэль, антимаг дала ульт. То есть, да, она заработала там дэмэдж с дуэли, но она проиграла этим игрокам. Не надо было меня фокусить ни в коем случае. Елучка. Хельп, вот сейчас помогите. Супер. Красота, парни. И ломайте мид. А, так это я дуэль заработал. Подождите. Сейчас, да? Круто. Давайте, мужской барак отойдём. Он бейн с глимером отжирать пошёл. Стрелу дай. Откуда? Да вот он. Ломаем, ломаем, ломаем. Всё, назад. Блин, на самом деле, ребят, немного странно. Мы столько фрагов сделали, мид сломали, а бабок у меня не очень много. То есть, я думал, я после этой драки уже линкенсферу вывезу рейдкликом, а оказалось всё, что ещё до линкенсферы далековато. Ещё целый косарик надо набить. И желательно не сдохнуть от антимага, потому что аегиса у меня теперь нету. Ну, сейчас будет линка, с линкой уже всё. Игра закончится. Для врагов. Потому что меня уже так просто не убить. Так, надо быстро какую-то точку зафармить. И стакнуть вот эту попробовать. Успеваю? Одна? Не. Учитывая, что их с удара замедлил, не успею. Ну и ладно. Ничего страшного. Ну, сейчас, наверное, надо в лесу дофармить. Уже никуда не выходить с леса. Просто дофармить линкенсферу и пойти на кончикового низу. Или по топу. Ну, лучше по низу. Хотя разницы нету, что на топе Ц2 стоит, что на боте Ц2 стоит. Есть что ломать. Ребят, сейчас я линку доделаю и к вам. Мне надо 300 золота. У нас арчидом. Ребят, вы там все сейчас поедете без меня. Пожалуйста, давайте чуть-чуть пофармим. Просто подождите, мне 400 золота. Лего хочет прыгнуть. Ну, если она прыгнет, кто-то умрет. Пожалуйста, не умирайте. Я вас прошу, ребята. Пожалуйста. Кто такой? 1600 хп. Армлет. Я на пустого. Никак вообще. Не мой, ребят, уровень. Слишком много хп. Ну, если б был догон, я бы его убил. Но без догона дэмэджа не хватит 100%. Поэтому. Так, давайте собак пофармим. В принципе, уже фармить. Все, давайте собираться по низу, у меня все готово. Уже можно и не фармить. Это я так уже дофармливаю лес. Пока там все соберутся снизу. И надо идти. Заканчивать. Потому что они без мида, они без байбеков. Там бабок нету. Антимаг до сих пор без манты. Дестроев, те же артефакты. Короче, ничего. Не, по низу, по низу, ребят. Мы ближе к низу. Сейчас еще дэшка снизу будет. Вообще хорошо. Дай мне дэшку. Спасибо. Ни одной дэшку за игру на шторме. Так, давайте два телепорта и поедем по низу. Просто поедем по низу, ребятки. Ну что, все. Гоу заканчивать. Ребят, фокусим. Аэма, ОД. Вот из этих героев любого. Ну, аэма почему? Вообще, аэм не представляет никакой угрозы. Но он представляет угрозу только для моей команды. В том плане, если он меня ультанет, когда у меня будет линка в кулдауне и будет мало маны. То есть, поэтому его надо убрать. То есть, так, по сути, сам по себе, как герой, он ничего не сделает. Но если вдруг так сложится, что мне собьют линку, у меня будет там 500 маны и рядом будет стоять команда, и он ультанет, то он убьет всю команду. Вот именно поэтому его надо запокусить. Хорош. Все, гг. Блин, мне фрагов не дают. Все ассисты, сука, забрал. Триплкил и джаггеры. Все дела. Лего вообще решили. Не тратся. Триплок от этого баку. На каких героев ты никогда не играл? Удачи тебе или так? Блин, никогда вообще не играл? Сейчас тебе скажу. Спасибо, Фроносфера, за донат. Ни разу не играл на Фениксе. Ни разу не играл на Вардене. Ни разу не играл на Оракуле. Ни разу не играл на Виверне. Ни разу не играл на Земелье. Ну и, в принципе, все, наверное. Ну, то есть, это герои, которые уже были добавлены, по сути, после того, как я забил на первую доту. То есть, я забил на первую доту, пошел во вторую, эти герои там... Ну, Феникс, ладно, Феникс это исключение, просто он был очень имбалансный в один момент, и я его просто не играл на нем из принципа. Потому что на нем играли только дебилы, которые в айсекапе дрочили на ПТС, и когда у Феникса там на первом левеле брали ему лазер, и просто летели... Если на первом левеле ты там попадался Фениксу на глаза, и ты был один, он просто включал лазер и летел за тобой до тех пор, пока ты не сдохнешь. Фениксу на глаза, и ты был один, и ты был один, и ты был один, и ты был один, и ты был один. Фениксу на глаза, и ты был один, и ты был один, и ты был один. Фениксу на глаза, и ты был один, и ты был один, и ты был один, и ты был один. Остальные там с блинками, с астралами, жирные, отжираются, он типа Бэйна, слипнуть могут. А Лешрак это вообще легчайший. Поэтому я очень рад, что у них такие Лешрак, это корм. Вот если я открою его статистику, я уверен, у него не менее 10 смертей сейчас. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok